Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Недавно у нас вышел ролик по поводу Баффета, я говорил, что с одним из своих коллег по цеху мы обсуждали, встречались тему, является ли Баффет инсайдером или не является инсайдером. Было большое количество людей, чтобы пригласить Никиту пообщаться, соответственно, я представляю, Никита Констанда, человек, за которым я наблюдаю, наверное, года три, и всегда, когда возникают какие-то вопросы, ну, лично у меня вопросы, какие могут возникают вопросы, когда людям нужно оформить не столько какой-то инвестиционный совет, столько вопрос наследования, защиты рисков, да, рисков диверсификации активов, чтобы это ни в одной юрисдикции находилось, создание трастов, семейных трастов, когда человек вообще полностью покидает юрисдикцию российскую. Я просто даю контакты Никите и говорю, ребят, я не имею значительной экспертизы, допустим, по каким-то глобальным инфраструктурам, да, то есть можете, в принципе, обращаться, Никита профессионально этим занимается уже не один год. Очень классный аналитический подход, это первое, что меня привлекает, второе, это то, что мы во многих вещах сходимся, и, наверное, мы такие два человека, я не знаю, кто еще, может быть, Сергей Спирин, да, кто прям, как в свое время Джон Богл одел вот этот вот шлем, маску и доспехи, да, и кинул свой бой с индустрии, финансовой индустрии, которая берет очень высокие комиссии за активное управление, за, в принципе, допущение людей на финансовый рынок. Берет очень много комиссий, у нас очень тоже развивается индустрия финансовых консультантов, финансовых советников, но в России преимущественно это идет под эгидой упаковки в страховые продукты, в Юнит Лимбинс страховые продукты, где продукт создан для страховой компании, собственников страховых компаний, наверное, в меньшей степени создан для самих лиц, да, в плане сохранения и приумножения капитала. Поэтому я пригласил Никиту для того, чтобы пообщаться сегодня на тему, что у нас есть инфраструктурные риски, у нас люди столкнулись с тем, что сейчас часть активов, которые покупались на зарубежных площадках, заблокированы. Сложнее стало, в принципе, покупать иностранные активы, и вот человек находится в России, остается в России. По любым причинам мы здесь не вдаемся в подробности. Что делать? Как расширить зону комфорта? Как, может быть, попасть в зону комфорта? Здесь вот это действительно такой разговор по душам, наверное, не тот формат, который привыкли наши слушатели, но тем не менее, я думаю, что людям может понравиться наше такое общение. Одна голова хорошо, две лучше. Блин, ну что делать, Макс? Да, здравствуйте, зрители дорогие. Ничего не делать, на самом деле. Это вот... Хорошее начало. Да, да, я без шуток. Когда ты садишься за руль автомобиля, ну ты же как бы сначала идешь в школу, права получить, машину, колесо не сдуто, масло проверить, а потом ты едешь на дорогу. То есть ты как бы заранее, более того, ты заранее прокладываешь маршрут, типа куда ты поедешь. То есть ты там, допустим, едешь, например, я не знаю, там с одного конца города до другого, да, и ты должен понимать, там есть стройка на пути, да, нет стройки, там пробка, не пробка, я не знаю. А вдруг у тебя там на пути разбитая дорога, и где ты там, кроме как на внедорожнике, да, не проедешь, там и так далее. Да, вот эта вот история. И для нас как бы людей в обычной жизни, это же нормально. Ну ты же там просто не сядешь в машину, не поедешь... Ну нет, это, конечно, когда там тебя срывает, а просто чисто, да, погулять, покататься. А в обычное время, да, то есть у тебя есть точка А, у тебя есть точка Б, ты прокладываешь маршрут, ты получаешь специальную квалификацию, и все, и ты едешь по маршруту. И для всех это как бы ок, да, норм. Но когда вопрос касается там инвестиций, все почему-то думают, типа, а сейчас прыгну в какую-нибудь, не знаю, первую попавшуюся автомобиль, и будь что будет, да. Потом, когда, собственно, не знаю, ты на своей оке приезжаешь в дремучий лес, да, и не можешь проехать по автомобилю, ты начинаешь задаваться вопросом, а что же делать, да, когда уже, собственно, надо идти за трактором, да, или же просто уже оставлять эту оку в этой грязи, и рано или поздно там, может, высохнет, может, ее грязь вытолкнет, я не знаю, как инородный объект, да. Если говорить за обычных, ну, то есть, опять-таки, да, вот мы перед диалогом-то, ты говорил, типа, вот, там, для обычных людей, у кого-то там не два, а три, там, пять миллионов долларов. На самом деле, разницы нет абсолютно никакой. И вот, как ты правильно заметил, вот в управлении благосостоянием есть такое понятие, как четыре флага. Ну, в зависимости от объема твоих активов, да, ты с каждым разом должен добавлять себе дополнительную юрисдикцию. Как ты будешь структурировать владение активами в этой юрисдикции, это уже вопрос хороший, тоже он зависит от множества факторов, и от юрисдикции, и от объема этих активов, и от типа твоей деятельности, ну, и всего прочего. А мы предположим, что это врач, например, в России, да, или там учитель в России, пожарник, не знаю, слесарь, сантехник, без разницы, да, то есть те, кто еще там только на этапе формирования капитала, и вот они хотят сохранять свои деньги, да, да ради бога. Несмотря на то, что вот там в исследованиях, да, там во всей статистике говорят, что нужна международная диверсификация, да, там типа вот это важно. За время работы в инвестициях пришел к одному важному выводу. Нет в инвестициях жестких правил. Это вот как в жизни. Твоя жизнь, да, твои правила, так и здесь. И порой, допустим, стоит отказаться от, да, международной диверсификации, просто сконцентрировавшись на своем рынке. Потому что, допустим, взять там тех же американцев, да, ну, то есть они как бы не особо парятся, да, что у них там у кого-то там нет зарубежных рынков, или англичан, или еще что-то, да. То есть в нашем случае это почему-то вот must-have увезти деньги куда-то, да, то есть даже если там 100 тысяч рублей, ты прям нужно их куда-то деть, да, то есть и тут мы возвращаемся, как правильно ты сказал, да. Отбирают же. Люди же как говорят. Каждые 20-30 лет в России все отбирают. То девальвацию сделают, то деноминацию сделают, то вообще строй поменяют. Вот, кстати, к вопросу о девальвации тоже хороший момент, да. 98-й год, дефолт, ну, ты сам с акциями знаешь, вот. Те, кто сидели в депозитах, в кэше и всем прочем, даже в долларе, да. Да, там в долларе они пусть там и сохранили, скажем так, покупательскую способность на момент, да. Но те, кто сидел в акциях, ну, то есть если мы посмотрим даже на самый простой, тот же индекс Мосбиржи, акции, по-моему, в 30 раз выросли. То есть или... Ну, сначала упали на 95. Это понятно, но я имею в виду от пика. Вот, ну, пик, да, потом там дефолт, и вот от этого пика, вот даже если ты на сам максимум взял, да, они все равно там x15, x15, Карл. Ну, то есть как бы, и, ну, это просто укладывается в долгосрочную, да, историю, типа, что, ну, какая разница там бизнесу, за что он продавать. То есть там, как был Газпром, как он продавал газ, да, просто будет продавать не за тугорики, а за еврики, я не знаю, там. И вообще без разницы, да. И поэтому, соответственно, для обычных граждан, ну, все элементарно просто. Сформируй себе дорожную карту, по которой ты будешь ехать, да, то есть, ну, вот этот маршрут, точка А, точка Б, да, сформируй себе портфель из соответствующих классов активов. Благо у нас, ну, ну, как в России это акции, облигации, и золото это с точки зрения именно вот валютной, да, диверсификации. Потому что вот если, опять-таки, да, раскрывать мысль, у большинства тоже сидит в голове, что золото – это защитный актив, да. И я в один момент решил задать, типа, от чего оно вообще защищает, ну, то есть, глобально. Вот. И есть статистика, которая называет, ну, типа, ролирующие периоды доходности. Ну, то есть, там, типа, год, два, пять, десять, сорок и так далее. Там с 1928 по 2020 год. Если у акций, начиная с 20 лет, ну, если мы берем 20-30, там, дальше периоды, вот эти ролирующие доходности, там нет ни одного периода, который бы уходил в отрицательную зону, ну, то есть, реальной доходности. У золота даже есть 40, ну, то есть, там, 50 на 50, 40-летние периоды с отрицательной реальной доходностью. То есть, ты можешь купить золото и, как бы, через 40 лет понять, что у тебя в реальности денег стало меньше, да, хотя в номинале они, может быть, даже и выросли. И, соответственно, как бы, а что касается, там, защиты от падения, ну, если мы посмотрим, там, когда падают акции, то золото тоже в моменте падает. Да, пусть, может быть, не так, как агрессивно, да, то есть, там, акции на 50, золото, там, на 20-30 упадет, но сам факт. Но, тут нюанс, да, но если мы будем говорить не об американском рынке, то есть, да, сравнивать, а вот о российском, то получится, что когда на российском рынке начинает коллапс, да, то золото вроде как бы выступает защитным активом. Но оно выступает почему? Потому что золото, оно торгуется в долларах. Вот и весь секрет. То есть, глобально, если вместо золота поменять и поставить, там, просто даже ту же валюту, просто доллары, да, эффект будет тот же. Ну, то есть, я, допустим, до 2022 года использовал просто, там, еврооблигации, да, то есть, как бы, они и падали меньше, чем золото, да, то есть, как бы, и ту же функцию выполняли, да, и все. То есть, и получается такая история, что если вы хотите, скажем так, ну, там, природной диверсификации, вот вам, пожалуйста, да, то есть, самый ленивый вариант – это акции, облигации и золото, да. Ну, то есть, если вы квал, ну, квал, да. А недвижимость, как же недвижимость? Там квал нужен, понимаешь, там запифы. Это запифы? Да, для квала, потому что, ну, как бы, я не против. Нет, слоя, квартирка, гараж, вон, есть люди гаражи покупают. Ну, это если сдавать. Ну, опять-таки, я не спорю, здесь у меня нет к этому каких-либо предрассудков или отрицательного отношения, то есть, я считаю так, что недвижимость имеет, ну, то есть, более того, я даже, тоже, это и статистика есть, исследование, что, ну, то есть, недвижимость, в принципе, ну, есть два класса активов, которые защитят от инфляции. Это недвижимость и, ну, не так, в которой, да, мы живем, ну, или там, дом загородный. Производственный. Да, а именно вот ту, которую вы, там, да, сдаете, вот, под что-то. Это недвижимость и акции, и, соответственно, если, там, допустим, у вас, там, портфель, допустим, ну, пусть, там, 5 миллионов рублей, да, то до 30% от этого, ну, направляйте в недвижимость. Просто нюанс-то вообще портфельного инвестирования, вот если мы будем говорить за портфель, это же суть-то вся в ребалансировках. То есть, тоже есть огромное количество исследований, то есть, мы берем портфель, там, с ребалансировками и без ребалансировок. И вот элементарная ребалансировка, это когда ты, там, выравниваешь доли, да, то есть, у тебя, там, были акции, там, золото, да, облигации, и ты восстанавливаешь, да, к прежним значениям. Он показывает результаты гораздо-гораздо лучше. Причем, у меня даже, я самостоятельно проводил исследование, частый вопрос, знаешь, типа, про индексное инвестирование, а вот что бы ты делал, если бы ты, вот, как в Японии, да, проинвестировал на пике пузыря? Ну, вот, популярный вопрос. Типа, вот сейчас бы так 30 лет и сидел, да, то есть, со своими, там, типа, бумагами. Вот, и тут мы возвращаемся опять к портфельной теории, да, когда мы берем, там, не 100% какого-то, ну, там, отдельно взятого класса активов, да, я взял портфель просто, там, 30% или, там, 35% акций японских компаний, золото и облигации, и ребалансировка раз в год. Уже через 15 лет портфель был в плюс, или даже через 10, ну, учитывая, что ты взял на самом прям пике, да, вот этой вот истории. Какие проблемы? Мы опять, мы опять сейчас, получается, приходим к концепции портфеля, управления портфелем. Смотри, ну, это было за скобками, то есть, люди не присутствовали при этом в нашем с тобой диалоге, я думаю, будет интересно послушать. И у меня есть такая концепция, да, которую я выработал, которая, которую я называю сменой основного тренда по зарабатыванию денег, назовем это так, да, то есть, начало 20 века, математика, статистика, появляется телеграф, увеличивается скорость обмена информации, и появляются некие такие математики, которые начинают строить графическую модель, у них появляется некое такое преимущество перед остальными людьми, которые играют на бирже, да, они начинают математические модели привинять к ценам, начинают изучать поведение толпы, технический анализ, голова, плечи, уровни, объемы, вот это начинают все считать, и, то есть, они начинают зарабатывать больше, чем другие. Через 30 лет, когда, ну, то есть, в 20-х годах, соответственно, технический анализ там занимает сил, мы, это является мастхевом, более 50%, пытаются в этом разобраться, приходят два товарища, господин Грэм с Додом, да, и говорят, ребят, вот это все шляпа ваш, технический анализ, вы должны покупать бизнес, и поэтому для вас является ключевым не то, какая цена сейчас, да, а какую ценность несет бизнес, который вы покупаете. Сначала все поднимают нас, мне говорят, ребята, идите лесом, мы это все, посмотрите, мульоны зарабатывают все, но в итоге, 40-е, 50-е годы, постепенно расцвет истории стоимосного инвестирования, Баффет, как лучший ученик, да, и он там показывает, что, ребята, это работает. И получается, они сменяют, как бы, концепция сменяют одну, другую, расцвет занимает где-то порядка 30-40 лет, то есть, соответственно, когда уже постепенно в 80-х годах практически ленивый только инвестиционный дом не имел подразделения аналитиков, который считал все фундаментальные показатели, да, появляется, я не знаю, Марковец со своей портфельной теорией распределения активов и говорит, риск по бумаге выше, чем риск по портфелю. То есть, как только вы покупаете там даже 10 бумаг с отрицательной корреляцией, вы там на 95% снижаете риск. И не обязательно здесь проводить какую-то глубокую диверсификацию, плюс на основе портфельной теории Марковица возникает теория распределения активов. Тот же самый Ray Dalio с его высокой альфой, да, обыгрываешь. То есть, ребята, индексное инвестирование, снижение транзакционных издержек, 4 класса активов, включаете в инвестиционный портфель, регулярно проводите ребалансировку, получаете низкую бету, просто на падение рынка вы падаете меньше, чем рынок, и просто вы восстанавливаетесь раньше, чем восстанавливается рынок, и за счет этого вы обыгрываете рынок, а не из-за того, что вы какой-то супер-пупер гений типа Баффета, который там обыгрывает рынок, показывает более высокую доходность на росте. Но вот я прихожу к тому, что вот эта вот портфельная теория инвестирования, индексного инвестирования, о чем мы с тобой тоже говорили, хотел, чтобы другие послушали, то есть, когда более 50% людей поступают по определенному алгоритму, появляется неэффективность. Ну, то есть, все равно это каким-то образом можно использовать. Я знаю, что ты за индексное инвестирование, но вот я сейчас к чему подвожу, да, и какая моя аргументация. С 80-х годов мы жили в состоянии, назовем это, как американцы называют, инфляционная среда златовласка. То есть, у тебя нет никаких шоков на рынке сырьевых товаров, у тебя рост численности населения, у тебя, соответственно, глобальная диверсификация, сокращение издержек на производство, у тебя есть плавная растущая инфляция в пределах 2%, при этом у тебя растет экономика, снижается безработица, все верят в завтрашний день, у тебя стоимость денег завтра всегда ниже, чем вчера. Если там Мавроди только в 90-х годах сказал, что стоимость акции завтра всегда больше, чем вчера, то у нас целая плеяда финансовых советников, инвесторов, управляющих, они выросли в истории, когда стоимость денег всегда падала, стоимость риска всегда снижалась. Ставка без рисковой доходности всегда была там, ну, она уходила, тогда были всплески, когда поднималась, при разгоне инфляции управляли путем повышения, но сейчас я наблюдаю, что волнами идет, да, если когда-то была стадия постоянного роста, то я считаю, что мы сейчас, во-первых, ну, то есть большинство ожидает дефляционного сценария, это когда у нас будет, цены будут падать, инфляция будет снижаться, но при этом будет расти безработица, будет снижаться ВВП. Но я не исключаю, что мы вообще в стакляционный сценарий грохнемся, потому что уровень долга, который сейчас есть в мире, кредитная нагрузка, и получается, что экономика может оказаться в истории, у тебя постоянно цены растут, у тебя безработица постоянно растет, а ВВП при этом падает, то есть больше не зарабатывают. И поэтому не получится ли история стандартного портфеля с его ребалансировками, с недвижимостью, облигациями, золотом и акциями, то есть у нас получается, кто будет вытягивать-то, если будет постоянно растущая инфляция и падающий ВВП. Ну, я к тому, что когда у тебя деньги дешевые, растет все. Растет недвижимость, растут акции, в принципе, растет золото, может быть, не так, как акции. Но когда у тебя тренд разворачивается, и у тебя завтра деньги всегда дороже, чем сегодня, как бизнесу-то в этом жить, особенно там Наздаку, где маржинальности никакой нету, где прибыли никакой нету, где все развитие за счет кредитных ресурсов, у тебя стоимость кредита просто растет от года, становясь все больше, при условии, что будут бороться с галлопирующей инфляцией. Ну, я на канале, да, мне периодически приходится заставлять себя писать какую-то аналитику. А, ты заставляешь? Я-то думал, что это от души идет, и там такие выкладки. Почему я говорю, что заставлять? Потому что, по большому счету, это вообще все в корне не имеет никакого значения, когда ты понимаешь, как устроены какие инструменты. Если мы будем говорить глобально, да, во-первых, нас никто не обязывает инвестировать все в Америку, да. Во-вторых, никто не обязывает нас инвестировать все в какую-то конкретную одну страну, да. И, соответственно... Риски инфраструктурные. Это мы вернемся. То есть, если мы будем говорить о России, то здесь вообще проблем нет. Ну, то есть, вот недавно отчетность того же Сбера вышла. Ну, у нас КП рынка, да, ну, то есть, вообще, в среднем по рынку, да, 5. То есть, это самое... Да, попроще. КП – это Cycle Adjusted, ну, PE – это циклический скорректированный коэффициент PE. Вот, это по Шиллеру. Это цена, деленная на прибыль. То есть, это получается коэффициент цена, деленная на прибыль 5, говорит о том, что... Окупаемость. Ну, вот простым языком – это срок окупаемости. Если я вложу рубль, то за сколько мой рубль окупится в годах? То есть, в России этот показатель составляет 5. В Америке сейчас этот показатель составляет 20. 29. 29. То есть, я знаешь, приводил какой пример? Людям даже это непонятно. Я говорю, вот представьте себе, вы зарабатываете... Ну, то есть, у вас бизнес, и этот бизнес зарабатывает, например, 10 миллионов рублей. Чистой прибыли в год. Вот показатель 5, как в России, если вы этот бизнес будете продавать с денежным потоком в 10 миллионов рублей, то, соответственно, в России этот бизнес будет, там, по среднему рынку, если оценить, будет оценен в 50 миллионов. И вы за 50 миллионов его продадите. Показатель 29 говорит о том, что если у вас в Америке есть бизнес, который генерирует, условно, 10 миллионов рублей, то оценка в 29 пи – это значит, что такой бизнес будет продаваться за 290 миллионов. Вот и разница. С одинаковым сопоставимым денежным потоком в России этот показатель 50 миллионов, в Америке этот показатель 29 миллионов. Если не брать, знаешь, там, с завышенными оценками акции роста, там вообще прибыли может не быть, а компания стоит миллиарды долларов. Тут я тоже в это не лезу. Просто знаю, как проводится анализ фондов по поводу будущих потоков и так далее. В акциях-ростах там несколько другой подход. Поэтому, ну, то есть, это можно сюда не лезть. Я отдельные акции не отбираю, но сам факт я знаю, что и почему там. Ну, то есть, грубо говоря, акция просто может казаться переоцененная. По факту, ну, нет. То есть, та же Тесла, когда там еще, я помню, 17, 18, 19 год, рассказывали, да все, да вы посмотрите, Тесла, Тойота, сравнение. И в итоге Тесла выросла там в 5-7 раз, и кто и что. Упадет ли она сейчас? Не знаю. Потому что, ну, глобально Тесла-то это тоже не только там, да, автомобили. Это еще и электрогенерация, и искусственный интеллект, и все прочее. И вот, и, соответственно, мы возвращаемся к вопросу по акциям, да, то есть, не то, что нас не заставляет, там, Америку брать. Но есть Россия, да, у нее там, ну, то есть, это вот для обычных людей. Да возьмите вы Россию, здесь ничего страшного, здесь нет ни пузыря. И вы ее балансируете. То есть, что будет расти? Ну, окей, там, акции, ну, мы с вами понимаем, да, пусть хорошо акции будут платить дивиденды, это как минимум, да, то есть, там, тот же Сбер, тот же Лукоилы, Роснефти и так далее. Он, как бы, цена на бензин все время обновляет максимум. Да, то есть, как бы, ну, каждый день только я вижу в новостях. Ну, тут же как, опять сейчас выскочусь, ребята, какой Газпром взяли, вон, дополнительный налог бабахали и забрали всю прибыль. Это безусловно. Норильский никель, все, изменили на эту дивидендную политику, все, балалайка, ребята, сидите без дивидендов. Ну, а это мы возвращаемся к вопросу, что риски есть всегда и везде, то есть, от них не издеться. То есть, это вот второй момент, что люди всегда пытаются, типа, найти, вот, ну, подложить соломинку, типа, везде. Такого невозможно сделать, этого в этом мире. То есть, ну, мы живем, ну, все, вероятность, мы сейчас живем, ну, то есть, ну, какая вероятность, что сейчас, там, не знаю, не прилетит, там, беспилотник прям сюда, я не знаю, или еще что-то. Летали уже. Ну, вот, об этом и речь. Ну, то есть, как бы, нет вообще, то есть, ты от всего не защитишься. И, соответственно, о чем-то я, по поводу портфельной теории. Что, что будет тащить, меня это особо-то глобально и не волнует, потому что тут же уж вопрос горизонта. То есть, опять-таки, во-первых, не знаю, как насчет все, но надо понимать, да, что доходность-то на рынке, она же неравномерна, да. То есть, грубо говоря, у тебя, может быть, там, 3-4 года застоя, да, а потом ты за пятый год получаешь всю ту доходность, которую ты получишь за, ну, да, вот. Пока ждал. Да, пока ждал. То есть, ты никогда не знаешь, как это произойдет. Вот. Такая же история, там, в Америке, да, то есть, там, с 2000 по 2012, да, то есть, у них, там, доходность была нулевая, там, близкая к нулю, да, потому что, там, 2002, да, потом 2008. 2008, зато потом за следующие, там, 3-4 года, да, оно принесло столько, сколько ты, там, не получил бы, там, да, и за 10 лет, там, последних. Поэтому, соответственно, тут же вопрос ключевой, это, опять-таки, если мы возвращаемся к портфельной, да, теории, это, а, это, ну, разумная диверсификация, б, это... Что такое, вот, кстати, акцентировал внимание, разумная, что значит разумная? Ну, разумная, это значит, что не нужно, там, ну, допустим, если мы берем, опять-таки, страновые, да, ну, то есть, разумная диверсификация, вот ты правильно начал, да, вначале говорить, что, чтобы, там, ты убрал... Есть компенсируемый риск, да, есть некомпенсируемый риск. Компенсируемый риск – это тот риск, который присущ абсолютно любому инструменту, который есть вообще, ну, во вселенной, да, то есть, недвижимости, депозитам, облигациям. В зависимости от того, какой, насколько большой внутренний компенсируемый риск, да, и потенциально, ну, больше... Сложно, Никита, даже я не совсем... В общем, ну, например, если мы берем депозит, да, то там компенсируемого риска мало, то есть, там риск заключается только в том, что отзовут лицензию, да, у тебя там больше миллиона 400. И, ну, и от надежности банка, да, зависит. И это можно наблюдать очень просто, да, если сбери депозит, у тебя, там, сейчас под 6 будут давать, да, а в каком-нибудь рога и копыта будут под 12, потому что там риски больше, да, потому что там за балансы вклада и все прочее. То же самое, если мы будем сравнивать облигации и акции. В акциях компенсируемого риска больше, да, Потому что ты берешь как акционер на себя обязательно, то есть ты отдаешь деньги просто в надежде на то, что бизнес будет расти. То есть из-за этого ты должен получать какую-то премию в виде более высокой доходности. Что мы, собственно, и наблюдаем на длинном горизонте? Такая же история с недвижимостью. В недвижимости компенсируемого риска меньше, чем в акциях. Поэтому на длительной дистанции недвижимость переносит чуточку меньше, чем акции. Опять-таки, ну это в абсолюте, понятное дело, могут быть разбросы. И разумная диверсификация заключается в том, что, вот ты правильно сказал, за акции. Чтобы снизить количество некомпенсируемого риска, принадлежащего конкретному эмитенту. То есть мы же не знаем, как ты правильно сказал, завтра как Газпрому на нурник или наложат какие-нибудь дополнительные НДПИ или еще что-то. Да, и все. То есть этого мы предугадать не можем. А кое-кто может, например, как сенаторы в США или наши лица, инсайдеры. И, соответственно, чтобы убрать у себя вот этот некомпенсируемый риск, многие задавались вопросом, сколько должно быть тогда акции у тебя в портфеле, чтобы его к рыночному привести. И это, кстати, укладывается, я по первому образованию метролог, и там, чтобы высчитать, ну, то есть, скажем так, исследования и калибровка были справедливыми, тебе нужно сделать не менее 30 исследований. То есть ты берешь гирьку и 30 раз ее взвешиваешь, записывая там показатели. Так же и здесь. То есть получается 30 акций. То есть ты, покупая 30 акций, ты приводишь риск своего портфеля к компенсируемому. То есть он становится практически рыночным. И, соответственно, отсюда дальше тебе нет смысла набирать. То есть разумная диверсификация в данном случае, когда начинает крыть шиза, человек говорит, хочу сделать портфель, как индекс S&P 500, чтобы у меня было 500 компаний в портфеле согласно структуре индекса, и начинает там их все 500 сшуровать. Да, просто начинает кучу набирать. Ну, а в данном случае, когда ты используешь, ну, как я там, страны, то тебе нет смысла набирать там все страны вместе. Ну, потому что по большому счету они все равно так или иначе, они все связаны, и тебе имеет смысл просто брать, типа, ключевых игроков, да, то есть потому что остальные, они будут вести себя плюс-минус так же. То есть вот, допустим, у нас есть там ключевые игроки. Это Англия, да, Германия, Америка, да, то есть это среди развитых стран, да, среди развивающихся стран, там, Россия, Китай, Бразилия, Индия, да, вот они. Все, то есть ты себе собираешь там 5-10 стран, и вот она у тебя диверсификация, да, то есть причем, как ты правильно, ну, то есть если посмотреть, да, то для одних периодов это развитые страны, вот там одна коалиция, да, для других периодов это развивающиеся страны. И когда у тебя в портфеле тот и другой класс, то тебе вообще без разницы, потому что в один момент будут тащить эти, в другой момент будут тащить эти. А дальше уже заключается... Мы главное, то есть всегда говорим, ребалансировка, то есть потому что получается, что люди забывают про ребалансировку, просто постоянно соблюдают, что-то упало, что-то не упало и не перекладывают. В свое время, то есть пока сам не сделал себе всесезонный портфель, не понял, как это работает, если честно, хотя много времени и профессии провел, да, вот эта ребалансировка, говорю, вот, ну, бывает такое, что растет, а еще вырастет, да, то есть а еще вырастет. И сидишь такой, ну, у меня история в 17-м году была, на ФСК очень много заработали, такой, да, еще вырастет, это вообще must-have, влюбленность в актив, да, и потом все это упало, поэтому ребалансировка – это история, которая полностью позволяет убрать эмоции. Да. Эмоции при принятии решений, когда у тебя просто есть система, и тебе система говорит, все, парень. Пора. Пора, ну, то есть без разницы, потому что, причем, ты же не полностью избавляешься. Все же. Люди же как говорят, я вот найду вот это вот, все вырастет, как на график смотрят, вот здесь вот, когда будет низко, я куплю, вот здесь вот, когда будет высоко, я продам, а вот здесь вот снова куплю. Я закрываю правую часть графика, говорю, что там за невидимой частью, за туманом войны, да, что происходит, люди говорят, да фиг его знать. Я говорю, вот сейчас что, покупать или продавать? И вот как раз таки, чтобы эту эмоциональную составляющую, наверное, убрать, потому что это, наверное, отдельная тема для разговора эмоций при инвестировании, при спекуляциях, очень серьезно позволяет, очень простая придуманная вещь, ребонсировка. Да. Она позволяет следовать наказам, какого-то, Рокфеллер, да, сказал, заработать денег, ребят, несложно, покупайте дешево, продавайте дорого. Все. Но почему-то, почему-то и на своей практике, я не знаю, у тебя может быть так же, получается ровно наоборот. То есть то, что выросло, люди покупают, или покупают то, что растет, а то, что пока не находится в сфере интересов, ну, и никто не хочет покупать. У меня на эту тему, кстати, кейс есть прекрасный, это вот как ведет себя большинство людей. Пожалуйста, ну вот так это работает, ну вот надо, да? Доллар по 55 никому не нужен, может упасть и ниже. Да как же продавать? Ну все же растет, глянь, все в плюсе, зелененькое. Надо продавать. Это как? Это кто? Это где? Это же тоже показатель такой, да? То есть хочешь оставлять наследство, не хочешь, да, то есть оставлять наследство. Если хочешь, то сколько? Просто комфортно находиться на этой территории, жить, жить счастливой жизнью, не переживая за свое будущее. Есть такие мысли? Ну и вот, пожалуйста, оно все работает, да? Учитывая тот факт, что плевая часть, валютная часть, а вот для людей, у которых нет, да, зарубежной истории, я всегда говорю, что...